Окей, разрешите мне начать. Сегодня наш воршоп будет посвящен Node.js. Почему воршоп? Потому что мы вас приглашаем тоже принять участие в работе. Вы можете параллельно с ведущим повторять действия, повторять и делать, чтобы понять, как работает система. Сегодняшний наш воршоп посвящен Node.js и популярным установщикам пакетов для Node.js, YARNU и NPM. Сегодняшний воршоп будет вести Анастасия Маханькова. Она моя коллега в компании Shutterstock. Она работает с ДЭТом, Software Engineer, и она достаточно опытный разработчик в Node.js. Она работает как с тестированием бэкэнда, так и с тестированием фронтэнда. Окей, я предоставляю слово Анастасии. Вы ее экран сейчас видите. Настя. Адам, добрый вечер. Спасибо за то, что посетили наш воршоп. В первую очередь, о чем я буду сегодня говорить, это о Node.js, о NPM и YARNU. Вам не обязательно знать, не Node.js, не NPM, не YARNU. Цель этого воршопа такова, чтобы вы узнали, что это такое. В первую очередь, я бы хотела начать с того, что такое веб-девелопмент, как это работает, как это устроено в мире программирования. И здесь я предоставила такой слайд, который будет вам легко уставить информацию, глядя на этот слайд. Представьте себе в реальной жизни, что у нас есть всеми любимые американские панкейки, которые лежат друг на друге, да, и у нас есть стэк, панкейк-стэк, который мы все любим, вот. И в мире программирования примерно все выглядит точно так же, да. У нас есть определенные панкейки, стэки, которые накладываются друг на друга, и у нас получается full stack, который позволяет нашим программам отображаться в интернете, который помогает программам быть, вам взаимодействовать с программой, собственно говоря, и использовать ее для своих целей. Здесь на этой картинке представлены бэкэнд и фронтэнд. Я начну с бэкэнда. Что такое бэкэнд, да? Представляете, у вас есть сервер, который обрабатывает вашу информацию, да, какую-то определенную информацию, обрабатывает ее и посылает в браузер. То есть это одна из самых главных целей кактупового сервера. Чтобы это происходило, нам нужно написать специфический код. Код на специфическом языке, да, бэкэнд-языке. Я здесь привела примеры бэкэнд-языков, которые существуют. Это PHP, Espinet, Java, Node.js. С маленькой пометкой Node.js это не только бэкэнд-язык, да, это скорее платформа для JavaScript, ну и также Python. Дальше правее вы видите Database, да, это база данных. Они используются для хранения информации. Предположим, о клиенте, да, о вашем каком-то payment-профайле, да, о ваших кредитных карточках, например. Или о ваших имейлах, да, все это хранится на базе данных. Примером таких баз данных является SQL, Oracle, MySQL или MongoDB. То есть это то, что касается бэкэнда. Теперь, медленно верно, мы переходим к фронт-энду. Фронт-энд это то, что видит юзер на экране. То есть, да, когда вы смотрите на сайт, вы видите интерфейс сайта, да, вы взаимодействуете с ним, это все фронт-энд. Сюда входит HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, да, различные лаберии с JavaScript, это библиотеки JavaScript, возможно, вы встречались с некоторыми из них, это там Angular, React, очень популярный сейчас, jQuery, Vue.js, да, это все библиотеки JavaScript, которые используются во фронт-энде. То есть бэкэнд это, собственно говоря, кухня, да, приложение, а фронт-энде это уже то, что видит непосредственно юзер. Ну и тут маленькое отступление, как видят обычные юзеры, да, какое-то приложение, да, и как оно представляет собой, что оно представляет собой на самом деле. Следующим, о чем бы я хотела рассказать, это Node.js. Вы найдете очень много различных, да, определений, что такое Node.js, но простым языком говоря, представьте себе, у вас есть переводчик, да, переводчик там с английского на русский, то есть Node.js является таким своеобразным переводчиком с мира JavaScript, да, с фронт-энд мира в мир бэкэнда. То есть это специфическая платформа, которая позволяет коду JavaScript, да, выполняться, которая позволяет серверу читать этот код в JavaScript. Очень большая популярность набирает Node.js в данный момент, все больше и больше различных компаний переходит на Node.js, если есть возможность перейти на Node.js, то они переходят, потому что, во-первых, это open source, да, не нужно платить никаких денег за использование Node.js, это очень хорошо поддерживаемая платформа, то есть очень часто обновляющиеся библиотеки, модули, которые можно скачать. Ну и пусть к этому, когда ваше приложение хранится где-то в облаке, да, это вот, например, может быть, Google Cloud, то есть где-то в интернете, да, или там Amazon Cloud, например, или Heroku, да, то Node.js показывает одни из самых высоких показателей, да, имеет одни из самых высоких показателей по эффективности, по тому, как обрабатываются данные, как они возвращаются к юзеру, к клиенту, да, на экран, по тому, как информация посылается на сервера. Ниже я указала, предоставила картинку с компаниями, которые работают с Node.js, и, в принципе, если вы, скажем так, curious, да, вы можете поизучать вакансии, которые сейчас есть в нашей индустрии, и вообще для девелоперов и тестеров вы найдете очень много, что требуется как JavaScript, так и Node.js, потому что я повторюсь еще раз, если компания может перейти на Node.js, привезти какие-то свои ресурсы на Node.js, то они это делают. Сейчас, что бы я хотела, с чего бы мы начали сейчас, это с установки Node.js. Давайте перейдем в браузеры. Что вам понадобится? Это понадобится просто официальный сайт Node.js.org. Вы можете повторять за мной, кто не хочет, может не повторять, можете просто следовать за нами. Когда вы заходите на Node.js.org, у каждого из вас, я сейчас на Мэйке работаю, да, если кто-то работает на Windows, у вас должно быть здесь Windows, должен быть здесь отображен, да, и для каждой операционной системы вы скачаете свою версию, то есть я скачу для Mac, вы будете скачивать для Windows, да. Здесь вы видите выбор, recommended for most users, версия и latest features. Эта версия latest features, это экспериментальная, скажем так, версия, то есть она содержит какие-то, да, новые features, которые могут быть использованы, но они еще не настолько хорошо протестированы, да, чтобы можно было его использовать в каждой генной основе и в каждой компании. Поэтому лучше скачивать версии, которые recommended for most users, то есть они хорошо протестированы, все знают, что они хорошо себя ведут, что они не ломают системы, то есть все работает. Поэтому мы нажимаем на иконку, у нас появляется здесь внизу package manager, мы нажимаем на package manager, который должен нам отобразить installer. Вот, это installation самого Node.js. И здесь мы будем устанавливать, просто проходить обычные шаги, continue, continue. Здесь вы сохраняете, соглашаетесь с agreements, да, с соглашением, пишите agree. И все, что вам нужно сделать, это просто нажать install. Я не буду нажимать install, потому что у меня уже Node.js установлен. Вам нужно нажать просто install. И установочный менеджер установит вам Node.js на ваш компьютер. Я подожду, пока все пройдут шаги по установке. Дальше, что нам понадобится, это IDE. Если мы вобьем в интернете, очень просто. IDE. Вам это пока не надо называть. This is. То нам представится перечень IDE, который используется. Что такое IDE? Это Integrated Development Environment. Простым языком говоря, это простой текстовый редактор, который используется для того, чтобы писать код. Это простым языком говоря. Конечно, у него есть огромное количество пекиджей, которые можно скачать, огромное количество библиотек, каких-то утилитов, которые можно скачать, чтобы ваша IDE работала лучше. Но простым языком, чтобы понять, как он устроен этот мир, это просто обычный текстовый редактор для написания кода. В зависимости от языка программирования существуют различные виды IDE, то есть это может быть и IntelliJ IDE, и Microsoft Visual Studio Code, и Atom, и какой-то PyCharm, например, или Xcode. Огромное количество пайдев, например, для девелоперов и тестировщиков, которые тестируют пайдинг-приложения, там PHP Store. То есть у каждого свои плюсы, свои минусы, и это просто чисто человеческое префернение, когда человек хочет какую-то использовать IDE, какой-то ему не нравится. Но сегодня мы с вами будем использовать VC Code. Сейчас наберите, пожалуйста, в поисковом строке VC Code. Пожалуйста, и первая ссылка, которая у вас будет, это code.visualstudio.com. Тоже на нее кликаете. Вы должны увидеть что-то наподобие этого, ну, желательно то же самое. И здесь у вас тоже будет такой, как бы, иконка, да, в зависимости от вашей системы, это будет Mac, это, или это будет Windows, и вы должны будете просто на нее кликать. Я подожду все. Хватите внимания на ссылку, если вы вдруг, на URL, если вы вдруг немножечко опаздываете. Все, мы нажимаем на эту иконку, и у нас автоматически должен здесь появиться установщик. Опять же, нажимаем на этот установщик, он раскрывает наш пакетч, и Visual Studio у нас установлен. Вы кликаете на него два раза, и он запускается. Я не буду кликать, я удалю даже свой. Вам этого делать не нужно, потому что мой есть. У вас должна появиться иконка примерно вот такая, да, она должна так появиться. То есть на Mac она должна быть такая, если вы на Windows, то вы можете в поиске вбить VC-код, да, и вам должны выскочить приложения, которые имеются у вас на вашей машине. Мне это пока не надо. Я подожду, пока все установлены VC-код. Собственно говоря, когда вы откроете уже иконку VC-код, да, запустите саму ID, вы должны видеть что-то вроде этого. То есть Visual Studio Code, I didn't involved, то есть абсолютно то же самое. Неважно, вы на Windows или вы на Mac, то оно должно отображаться все знакомо. В будущем, да, если вам не нравится, например, да, этот ID, вы можете переключиться на абсолютно другое. То есть могу сказать из своего опыта, у нас в компании, например, очень много используют VC-код, да, кто-то, кому-то нравится использовать Atom, например, да. Все зависит от того, на чем вам удобнее работать. Кто-то использует Sublime, да, но в основном вот я скажу слово, VC-код и Atom, наверное, один из самых популярных. Но опять же, пока не попробуешь, не поймешь, что нравится больше. Дальше, о чем бы я хотела рассказать, это непосредственно о NPM, что это такое, как это работает. NPM расшифровывается как Node Package Manager. Простым языком говоря, начнем с простого, да, что такое NPM. Представьте себе библиотеку, да, в реальной жизни библиотеки. Мы приходим в библиотеку, берем книгу, мы ее взяли, принесли домой и ей пользуемся. Нам не нужно ее возвращать, мы просто ей пользуемся. Потом в один прекрасный момент мы захотели написать эту книгу самим, да, то есть сами захотели написать какую-то книгу и стать автором этой книги, да. Мы ее написали, взяли с собой, занесли в эту библиотеку и оставили ее там. Потом какой-то другой человек может прийти, подумать, ну, интересная книга, взять эту книгу в использование и оставить ее тоже себе. Так вот, NPM это что-то наподобие библиотеки, да, то есть это сборщик, наверное, сборник такой, да, пакеджей, модулей, различных библиотек, которые можно скачать к себе на компьютер, да, и которыми можно пользоваться. Не важно, что это может быть. Это может быть что-то для девелопмента, да, если кто-то пишет там код, например, да, это какие-то вспомогатели, какие-то там парцеры, компайлеры, не важно, да. Либо это могут быть какие-то тестовые фреймбоки, да, то есть если вы тестировщик, к примеру, это может быть там Mocha, Jest, это все может быть скачено именно в NPM. Очень много плюсов. Это то, что не нужно даже регистрироваться для того, чтобы использовать NPM, не нужно платить никаких денег. Спокойно очень можно паблишить свои какие-то пакеджи, модулей, и очень-очень быстро в пользовании, очень, самое главное то, что это поддерживаемое, то есть обновление происходит очень часто, очень часто вы можете увидеть все свежие версии именно там. Я хочу показать, как он выглядит, этот NPM, да, то есть если мы зайдем в этот, вам не обязательно это делать, я просто вам показываю, что это сайт npmgs.com, заходим на этот сайт, и, собственно говоря, вот он так и выглядит. Очень минималистичный дизайн, вот, здесь вы можете узнать, то есть если, конечно, вы в организации, или в интерпрайзе, да, то что-то вы будете платить, и какие-то взносы вы будете делать, да, но это нас мало интересует. Вы можете увидеть, что у вас, например, вот здесь, да, сбоку здесь будет такс, документация, которую вы можете почитать, если вам интересно, да, но, в принципе, пользоваться несложно. У вас есть поисковое, поисковое окно, и вы вводите просто, например, Mocha, да, это фреймворк тестовый, который, в принципе, вы будете использовать в будущем тоже. Вы вводите Mocha, жмете Enter, и по ключевому слову Mocha вам выдают пэккеджи или библиотеки, да, которые вы можете скачать. Нам, нас интересует вот это Mocha, то есть, видите, Exact Match, да, это то, что нам нужно. Мы жмем на Mocha, и мы заходим в, собственно говоря, в сам пэккедж. Здесь какая-то маленькая introduction, да, что такое Mocha, в принципе, да, какая-то документация, вы можете все кликать, все смотреть, все кликабл, все читаемое, каких-то спонсоров, да, потом, если вы посмотрите направо, справа, то вы увидите, собственно говоря, NPM и Mocha. Это непосредственно скрипт, который вам нужно будет написать заранее, да, на вашем терминале, чтобы скачать Mocha. Потом Weekly Downloads, то есть здесь показывается вам график того, сколько в неделю было скачано Mocha, этого пэккеджа, да, очень популярный пэккедж, мы тоже в компании используем Mocha, поэтому вы встретитесь с Mocha еще не раз. Версия, лицензия, потом Homepage, вы можете кликнуть на Homepage, и вас перенесет в, собственно, Homepage Mocha, где вы можете почитать информацию, что такое Mocha, для чего она используется, да, как ее использовать на чате, то есть очень хорошая документация, я рекомендую, если хотите, можете почитать, вот для чего она используется. И также здесь, если мы вернемся обратно, вы можете найти ссылку на репозитарий. Это GitHub. Все компании используют GitHub. GitHub, GitLab, Bitbucket, это такое хранище для кода, собственно говоря. Сюда мы скачиваем код, здесь мы храним код, отсюда мы берем код, да, сюда мы пушим код, то есть все касательно кода хранится здесь. Вот так это выглядит. То есть вы можете, я бы вам посоветовала зайти на NPMJS и вот даже просто что-то понабирать, поискать. Так, теперь что же мы сделаем сейчас? Мы перейдем к нашему ID. Мы начнем пользоваться VC-кодом, посмотрим, как он работает, и создадим наш первый проект. Для этого нам понадобится терминал. Чтобы запустить терминал, вам понадобятся две клавиши. Ctrl, Tilda. Tilda выглядит вот так. Это первая клавиша слева от единички. Ctrl, Tilda. Клавиша слева от единички. Когда вы нажимаете Ctrl, Tilda, у вас должен появиться терминал. Кликните мышкой на экран, еще раз, если у вас не появляется, и еще раз нажмите Ctrl, Tilda. У вас должен появиться экран. И теперь, чтобы проверить себя, что мы все правильно сделали, давайте посмотрим, есть ли у нас Node, установлен ли у нас Node, установлен ли у нас NPM. Мы берем Node, пишем Node и Version, то есть Node, Tilda, и пишем Enter. У меня 10-я версия, у вас будет 12-я, если вы скачивали вместе со мной. У вас будет 12-я версия. У меня 10-я, это хорошо, все работает, все правильно. Дальше. Чтобы проверить, есть ли у нас NPM. NPM устанавливается вместе с нодом by default. То есть это как пэкгидж, да, оно идет вместе. Поэтому мы просто проверяем, чтобы быть уверенным, что у нас есть NPM-V, то есть NPM-Version. И ждем опять Enter. И мы должны увидеть версию. У меня может быть более старая версия, потому что я тоже раньше устанавливала, у вас будет более новая. Но желательно иметь версию NPM не меньше пятой, потому что то, что меньше пятой, это уже совсем не то, что у нас есть сейчас. Так, я надеюсь, у всех все это есть. И теперь, с чего мы начнем, это мы создадим с вами папку. Чтобы создать папку, нажимаем New Folder и назовем ее My Project. Папка есть. Теперь снова заходим в наш IDE. В нашем IDE мы пишем Open Folder. Нажимаем. Либо мы заходим в File и Open. Нажимаем Open Folder. Нажимаем Desktop. И открываем нашу новую папку. My Project. Open. Вот у нас появилась наша папка. Мы ее видим. Вы должны увидеть свою папку точно так же. Я подожду всех. И в боку вы должны увидеть My Project. А теперь, возможно, у вас закрылся терминал, как и у меня. Кликайте просто мышкой по черному экрану и нажимайте опять Ctrl-T. И здесь мы видим, что мы в нашей папке. My Project. Это то, что нам нужно. И теперь просто, что нам нужно сделать, это выполнить команду. Скрипт npm init. И нажать Enter. Что мы видим? У нас запрашивается Package Name. У нас Package Name My Project. Окей. Жмем Enter. Дальше. Version. 1.0.0. Нас устраивает. Жмем Enter. Description. Пока жмем Enter. Entry Point Index.js. Это ваш главный файл, который будет использоваться для вашего приложения. Тоже жмем Enter. Test Command. У нас нету никаких Test Command. Мы просто жмем Enter. Git Repository. У нас гита нету, как я рассказывала, этого хранилища. Поэтому мы просто жмем Enter. Keywords. У нас нет никаких Keywords. Жмем Enter. Enter. Author. Автора у нас нету. Ну, есть After мы. Но мы просто жмем пока Enter. License. Тоже соглашаемся с license, которая есть. И дальше. У нас спрашивают. Is this ok? И мы по default state yes, как вы видите правильно, здесь вот. Мы просто жмем Enter. То есть все разы мы жмем Enter. Чтобы нас не спрашивали, мы просто жмем Enter. Мы ничего не вводим. Просто жмем Enter. И как вы уже заметили, у нас образовался вот этот файл. Package.json. Я хочу рассказать, что такое Package.json. В первую очередь осветить. Значит, Package.json это то, что содержит принтер файл. То есть если кто-то знаком с Паттеном, то в Паттене это PIP. Если с Java, то в Java это mail. То в Node.js это Package.json файл. Это то, что хранит все описания в вашем проекте, в вашем приложении, в каком-то вашем аппе. То, что хранит все библиотеки, которые скачали, чтобы ваше приложение работало. Какие-то модули, какие-то dependencies. Все, что было скачено, все, что было использовано в вашем приложении, будет храниться в Package.json. То есть как ваше приложение, что надо сделать, чтобы ваше приложение начало работать. Какой код нужно написать, чтобы скрипт нужно выполнить, чтобы ваше приложение работало. Кто автор вашего приложения. Вся информация будет содержаться именно в Package.json. Как мы уже сделали, чтобы его создать, вам нужно просто сделать, выполнить, NPM и NIT. Все, вы готовы. Перейдем обратно. То есть вот мы создали Package.json файл. Я кликну на Package.json и покажу, что он себя представляет. Это имя. Мы его ставили, my project, by default. То есть то, что было представлено, мы его ставили. Версия, description, какая-то информация. Но мы ничего не меняли. Main, script, test. Опять же, скрипты пока мы не используем. Это мы просто нажали enter, и то, что мы имеем сейчас, это то, что как бы by default, да, то есть мы не изменяли ничего. Автор и лицензия. То есть если вы заметили, когда мы создавали наш Package.json, да, когда мы делали NPM и NIT, мы каждый раз нажимали enter, 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 чтобы ответить на все эти вопросы. Но это можно сделать намного легче. Давайте удалим, жмем правую кнопку мыши и удаляем Package.json. Удаляем его, он нам не нужен. Все, его нет у нас. Теперь, чтобы его заново создать и чтобы не кликать постоянно enter, 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 и чтобы это было быстрее, мы делаем NPM init-y, то есть yes, да, и жмем enter. Все, наш Package.json создался. То есть мы имеем всю информацию by default, да, то есть мы ничего не изменяли, нам не нужно кликать каждый раз enter, 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 чтобы что-то изменять. Все, у нас есть, у нас заново созданный Package.json точно такой же, нам не нужно было каждый раз кликать enter, мы готовы. Теперь, что если вы захотели изменить имя, да, то есть вам не нравится, что здесь пустая строка, вы хотите ваше имя, мы это можем сделать. Для этого нам нужно написать следующий скрипт в команду. npm, set, init, тире, author, тире, name. Далее, кавычки, я напишу в скрипт в скрипт. Перепишите скрипт в команду, чтобы точь-в-точь была, потому что иначе у вас будет ошибка, и вы не установите имя, не поменяйте имя. Жмем enter. Все, наше установлено. Теперь как же проверить? Мы пишем npm get init author name. То есть мы хотим получить это имя, правильно? Все, точно тоже построить без ошибок. Пишем этот скрипт. Мы получили Luke Skywalker. Правильно, правильно. Я надеюсь, что вы получили свое имя, которое с нами. Но, заметьте, здесь у нас ничего не изменилось. Нам нужно закрыть этот файл. Удалить этот файл опять. Так, и опять же, выполнить скрипт. npm init yes. Тире y. Enter. Теперь смотрим наш пакет JSON. Открываем его, и мы видим наше имя. Все, мы успешно установили наше имя. Потом можем выполнить следующую функцию. Например, вы не хотите, чтобы имя было ваше. То есть вы хотите оставить анонимность. Для этого мы удалим npm config delete init. и нет. Остер. Неем. Я липиши, чтобы было оставить этот. Командум. Жмем Enter. Теперь выполняем то же самое. Удаляем наш файл. Жмем npm init-white. Все. Скрываем паккейдж, и мы видим, что автор name у нас его нет. Проект остался на нивне. Теперь следующее. Давайте попробуем установить какой-то паккейдж, какой-то library. Посмотрим, как он работает в реальной жизни. Я вам предложу такой маленький паккейдж, moment. Возьмем основного. npm install и вводим i просто moment. Вот так будет у вас скрипт. npm i moment. И жмем Enter. И смотрим, как изменился наш паккейдж JSON. В первую очередь мы видим, что у нас создался dependency, да? Это moment. То есть это ваш паккейдж, который вы скачали, который вы будете пользоваться. Также хочу обратить ваше внимание, что у нас создался паккейдж .json файл. Выглядит он примерно так. Вы видите тоже dependency, версию, да? И какие-то ссылки. Для чего нужен паккейдж .json? Паккейдж .json это, в принципе, скажем так, такой файл, который хранит вот прям точную копию, которая была скачена вами, да? В этом проекте. То есть иногда люди скачивают, случается так, что люди скачивают dependency, да? Например, moment была уже, да? И они скачали какую-то другую версию. Там, может быть, более новую, там, или более старую. Паккейдж .json будет переписан. И будет переписан именно с той версии, которую вы скачали, вот, которую вы скачали здесь, да? То есть в этом вся и цель паккейдж .json. Это файл, который хранит именно те самые версии, которые были скачены в момент работы над этим приложением, да? Над этим проектом. То есть очень-очень важно. Это очень большая, была большая такая проблема для IPM, когда у них не было паккейдж .json, и очень много чего ломалось именно потому, что были разные версии вот этих вот библиотек, которые были скачены. Поэтому вот они создали паккейдж .json, который вот именно хранит эти версии. Далее, если мы поднимемся выше, мы увидим папку Node.modules. Эта папка хранит также депенденты, которые вы скачали, да, библиотеки, которые скачали. И в этой библиотеке есть свои библиотеки, да, вот мы видим, которые позволяют этому паккеджу работать, да? Если мы свернем, то мы увидим просто один момент. Если мы развернем, мы тоже увидим, что этот момент, да, имеет свой паккейдж .js, паккейдж .json, да, файлы, которыми он пользуется, да, там, мин, crs, различные файлы, которые нужны для того, чтобы момент работал в нашем приложении. Так, откроем паккейдж .json снова. Здесь вы видите, что у нас просто есть депенденты. Но бывают такие ситуации, когда мы, к примеру, давайте скачаем следующую депенденцию. e, slint, d. Вот такой скрипт вам нужно будет делать. Мы нажимаем Enter. И у нас, так, встроим нод, чтобы он нас не смещал, и у нас загрузилась новая депенденция, да, это дев депенденция, это девелопер депенденция, да. Это то, что используется в момент программирования, да, это какие-то помощники или какие-то там валидаторы, да, там, или какие-то, вот, например, как и string, это паккейдж, который, как бы, управляет автоматический синтекс, да, вашего кода, например, да. То есть, но суть заключается в том, какая разница между дев депенденцией и депенденцией в том, что дев депенденцией, это те паккейджи, да, те библиотеки, которые не нужны для того, чтобы ваше приложение работало. То есть здесь в основном какие-то помощники там, да, кстати, вот тестовые фреймворки, например, тоже существуют в дев депенденцией. Вот, это, они как бы не нужны, да, для того, чтобы ваше приложение работало, чтобы ваш проект работал. То, что нужно, чтобы ваш проект работал, все помещается в депенденцией, и все хранится именно здесь. Так, теперь давайте напишем наш первый файл, давайте наш первый файл. Нажимаем сюда на new file и пишем index.js. Нажимаем enter, файл софи. Здесь мы, в принципе, делаем очень легкую функцию. Сначала мы будем использовать наш момент, да. Мы ее сначала симпортируем. Constant moment равно require moment. Так, это пример, как мы экспортируем файлы в AnoJS. И потом просто ее выведем на консоль. Нажимаем файл save. Перерпишите, пожалуйста, то, что вы видите на экране, желательно без ошибок. И теперь, чтобы выполнить нашу функцию, мы должны сделать node.index.js. Нажимаем enter. На это не обращаем внимания. Это duplication warning, что инспект, ну, умные не сможем использовать в этом приложении. Нас интересует вот эта точка. Сейчас мы видим, что moment вывел из время. У вас свое время, у меня свое время, да, на экран. То есть то, что делает это приложение, да, этот пэккедж, это возвращает текущее время, да, на данном моменте. Вот мы его увидели в нашей консоли. Теперь, возможно, там кто-то, например, хочет использовать ваше приложение, не все знают, как, что надо, например, делать node.index.js, да, например, что написать, чтобы ваше приложение выполнилось. Для этого мы переходим в пэккеджейсинг. В пэккеджейсинге у нас есть, как я уже говорила, скрипт, да, то есть поле скрипт. Здесь у нас есть тест. Мы тест не используем пока что, да, оно нам не нужно. Поэтому мы его удаляем, но вместо него мы поставим старт. Напишем старт. И здесь напишем node.index. Расширение не надо писать, просто нам node.index. Вот так. Обратите внимание, что скрипт, потом две точи, потом фигурный скобки, start, две точи, node.index. Все. Нажимаем сохранить. Файл сохранить. Либо я использую command S на мэке, чтобы сохранить. Все. Ваш скрипт сохранен. Теперь человек, который зашел, который никогда не работал с вашим предложением, может посмотреть, зайти и посмотреть. Ага, старт. Мне нужен старт. Окей. Он берет и делает npm. Старт. Жмет enter. Мы видим, что node.index. Скрипт выполнился. И здесь мы увидим, что нам возвратилась сегодняшняя дата. Могут. Вот так ваш скрипт начал работать. Да, хочу обратить ваше внимание, что когда есть слово start и test, то мы выполняем наши скрипты просто npm start. Но если вы захотите какое-то другое слово, например, используя, например, dev, или qa, например, или еще что-то, то вам нужно будет писать тогда npm, вот так, npm run qa. Исключение для run только start, как я уже вам сказала, и test. Так, о чем я еще хотела ровно сказать? Когда мы видим такой лабрель, да, package какой-то, то мы видим какие-то цифры, да. То есть что эти цифры означают, я не знаю, но они, конечно же, что-то означают. Поэтому я хочу вам показать, что они означают. Потому что каждая цифра имеет свое значение. Значит, последняя цифра, которую вы видите, это patch version, да, это bug fixes. То есть когда, например, выпускается какая-то новая версия, да, пока ее люди потрогают, пока ее, типа, пользуются, да, пока посмотрят, как она, что работает, очень много различных багов находится, эти баги клеймуют, да, то есть пишут в GitHub, например, да, что вот эта функция не работает, там, или если эту функцию использовать в таком-то environment, она не работает, то вот эта версия, когда они фиксуют эти баги, то вот они увеличивают эту версию, да. Цифра посередине это minor version, то есть это та версия, когда они какую-то, ну, может, какую-то новую функциональность добавляют, там, далее, какие-то новые функции, в принципе, какие-то новые features, которые можно использовать вместе с этой версией, да, и обычно, если эта версия повышается, то она не ломает ничего в вашем приложении, то есть когда вы скачали, да, там, например, у вас была 3.8.2, а вы скачали 3.9.2, да, апгрейдили ее. Эта версия обычно ничего не ломает, то есть никаких фиксов не надо делать, да, ничего не надо изменять, вы просто дальше продолжаете использовать этот пэкедж с тем, что вы имеете. Первая цифра – это major version, то есть здесь это то, что, в принципе, если мы скачиваем что-то, да, то оно, скорее всего, сломает систему, то есть потому что здесь изменяется синтексис, здесь изменяются и функции, как эти функции взаимодействуют друг с другом, то есть когда кто-то видит, что, ага, major version обновилась, жди поломки, жди того, что нужно какие-то делать апгрейты не только с одним пэкеджем, но и с другим, возможно, они постановили что-то дополнительное, да, либо менять уже существующий код, то есть это major version. И обычно, да, если мы видим, что major version выпустилась, чтобы наше предложение было поддерживаемым, то мы, конечно же, его апгрейдим и потом изменяем уже существующий код. Дальше, что я хочу показать, что перед цифрами вы видите вот такие различные символы, да, то есть вот, например, вот здесь птичка, да, переворнутая, они тоже что-то обозначают. То есть, например, переворнутая птичка означает то, что когда человек будет устанавливать ваш пэкедж, да, то он установит версию вот этого пэкеджа с самой новой minor version. То есть если существует 25-я версия, то он скачает 2.25.0, да, потому что здесь в вашем пэкедже перед цифрами стоит птичка. Также существует, например, такой синтаксис, вот такой, вот так может быть стоять. Если стоит так, то человек, который скачает ваше приложение, да, и установит все dependencies, да, все, он установит самую последнюю patch version, то есть эти две версии будут неизменяемы. Он будет 2.24, здесь вместо нуля будет 1, 2, 3, то есть самая новая версия. И еще у нас есть вот такое representation, да, то есть когда у нас звездочка. Это уже установит самую последнюю major version, да, то есть если человек будет устанавливать ваши dependencies, то он установит третью версию. Скорее всего, что-то сломается, что-то не будет работать, потому что версия будет совсем другая, да. Как я же говорила, если major version меняется, то обычно она ломает приложение. Мы уберем, оставим то, что было, и сохраним. Ctrl, Command, S, либо File, C. Все, у нас есть наше приложение. Теперь давайте сымитируем то, как, например, люди захотят скачать ваше приложение, захотят его запустить. Мы берем и создаем другую папку. Она будет называться Another Project. Наша папка скриняна. Теперь с My Project мы скачиваем, мы копируем Package.json и Index.js файлы. Копируем их. Package.json, не Package.json, а Package.json и Index.js. И скачем его в Another Project. Все, у нас теперь есть наши папки Another Project, Package.json и Index.js. Теперь снова открываем наш ID и пишем файл. Open. И открываем Another Project, наш другой проект. И пишем Open. Все, теперь мы видим, что у нас в нашем корне все поменялось, у нас есть только Another Project. То есть вот, допустим, кто-то захотел, да, если кто-то захочет использовать наше приложение, то у него будет Package.json и Index.js. Все, у него больше ничего не будет. Значит, опять нажимаем, клик делаем по черному экрану, Ctrl-тильда, мы видим, что мы в Another Project. Все хорошо. И теперь, чтобы установить, чтобы наше приложение работало, нам нужно установить все dependencies, которые есть, да. Но здесь один клик, о котором я вам говорила. Dev dependencies мы используем для своих целей, да, там, для чистого кода, там, для каких-то компайлеров, для все основное. Чтобы наше приложение работало, нам нужны просто dependencies. Правильно? Поэтому, чтобы узнать просто dependencies, мы пишем мтм, ай, в угадную букву P, как production. И жмем Enter. Все, мы видим, что у нас есть Package.json файл, да, с версиями, которые нам нужны. Мы видим, что у нас no modules, что у нас установились все dependencies, которые нам надо. Все работает. Теперь, открываем Package.json файл. И смотрим. У нас есть скрипт, правильно? И скрипт, в скрипте написано start. То есть я человек, который не знает, как приложение должно работать, я считаю. Ага, если есть скрипт, есть start. Окей, чтобы приложение начало работать, чтобы запустить приложение, я должна сделать следующее. npm, start. Все, берем, жмем Enter. И наше приложение выполняется. Мы видим здесь moment и наше настоящее время. Также вы можете встречаться с тем, что вам могут сказать, типа, установи этот Package, да, это library global, да. Но, опять же, я не советую это делать, потому что всегда, если вы установите что-то globally, то оно не устанавливается у вас в Package JSON, и потом начинается еще много проблем, поэтому я... Global вы можете установить только то, что вот вы используете для своих целей, да, но не то, что нужно вашему приложению. То есть если мы, например, хотим установить Moco, да, то есть если мы установим, например, вот так, npm install mocha, eg, да, и нажмем Enter, то у нас ни одна dependency не сбывалась здесь. Все, ее нет. То есть если какой-то человек захочет скачать ваше приложение, да, и Moco, там, жизненно важный Package, который, с которым ваше приложение не может работать, то приложение просто не запустится, оно не будет работать вообще, потому что оно было установлено в global, то есть вы можете видеть, у вас будет либо такой пак, либо такой путь, да, как и к Moco, либо там другой, например, переписался, да, и это Moco, да, на самом компьютере вы сможете, и это приложение заранное, да, и все у вас будет работать, потому что у вас Moco global установлено, и она будет видеть, да, все команды. Но человек, который скачает ваше приложение, у которого Moco, например, не установлено глобально, да, просто не сможет ваше приложение запустить. Так, теперь давайте нажмем, как же мы удалим, да, то, что мы создали, да, скачали. npm uninstall moca.j Напишем такой скрипт и нажмем Enter. Все, мы видим, что remote 92 packages, все, у нас удалено, все хорошо. Теперь, в принципе, ну, package manager, так как MPM, я вам все рассказала, самая главная вещь, чем мы пользуемся, как он может быть использован. Я бы хотела рассказать дальше о YARN. Что такое YARN вообще, да? В принципе, большой разницы вы не найдете между MPM и YARN. Это такой же package manager, который используется для установки пэккеджей библиотек из NPM, да, из той библиотеки оброны, которую я вам показывала ранее. То есть он работает абсолютно точно так же, да, то есть там есть маленькие, скажем так, различия, но, в принципе, он работает абсолютно так же. И как бы сейчас, когда уже NPM новую версию выпустили, и когда они заметили там свои какие-то, да, там ошибки и все это, то вот просто люди используют там NPM и YARN просто потому, что им нравится YARN или потому, что им нравится NPM. То есть это очень, ну, просто по предпочтению, да, кто-то предпочитает использовать YARN под NPM. Сейчас таких больших разниц между NPM и YARN нет, да. То есть, да, YARN признан тем пэккеджем-менеджером, который очень такой вот, да, он надежный, он сохраняет информацию, да, немножечко быстрее в каких-то моментах, хотя не всегда, да, то есть кто как. И вот я, например, работаю в компании, да, то есть какие-то репозитори используют NPM, да, команды какие-то используют YARN, то есть кто, как кому нравится. Ну и почему YARN таким популярным стал? Я считаю, что также потому, что он был разработан Фейсбуком и везде, и всюду, как бы Фейсбук, конечно же, продвигает свои продукты, в том числе YARN. Для того, чтобы нам использовать YARN, его нужно сначала установить. Мы заходим в YARN, идем в ману-строку, пишем YARN. О, сори. software, давайте так, напишем. Используем YARN piki.g.com. У вас должна быть такая URL. Здесь мы кликаем Install YARN, и у каждого должна быть... Каждый должен выбрать свое. То есть у вас это Mac, либо у вас Windows. Вы просто берете и выбираете Windows. И просто пишете Download Installer. Все. Он для вас, за вас сделает все. Я не могу его установить, потому что у меня Mac. Вы просто жмете, и он будет вам скачивать. С Mac немножечко посложнее. Когда мы живем в Mac, он предлагает нам такую установку, бруинсталл, да? То есть есть Mac-порт, различные керлы, все остальное, но оправданный способ установить YARN, чтобы он точно работал, это все-таки бру. Поэтому пользователи Мэка... Бру это такой же, знаете, как инсталл, да? Он помогает... Команды, которые помогают устанавливать различные пэккеджи тоже, да? Вот мы идем в бруинсталл. Мы заходим в хомбрю. То есть если я выйду назад, бруинсталл, мы заходим в хомбрю. Кладу нам отелял бру.ch. Что вы делаете? Вы просто берете, копируете полностью команду, нажимаете Ctrl-C, я надеюсь, пользователи сейчас устанавливают Windows. Вот те, кто на Мэке, установили то, что я говорю. Все, мы идем в наш ID, жмем Command-Opc-Terminal, да? Жмем Command-V и жмем Enter. Я не буду жать Enter, потому что у меня хомбрю установлен, вы просто жмете Enter. Все. Это начнет установку бруи на вашем папке. Пустим, пока установка хомбрю. Очень, кстати, советую почитать немножечко о бруи, потому что он хорошо устанавливает и сортирует правильным папкам, да? Различные пэккеджи, и лайберис, и все, что вы скачиваете. То есть очень удобно. Я, например, что я буду каждый день, да? Ну, не каждый день, но когда скачиваю какие-то какого-то софтвера, да? Из интернета. Все. В данный момент я думаю, что хомбрю у вас должен был установиться. Пользователь Windows должен был установиться ярко уже. теперь мы берем в хомбрю самом, да? Для моего качерства мы берем, выделяем эту команду, жмем в Command C, да? Копируем, либо просто жмем в Copy, да? Ставим только мыши. Снова переходим на... в наш ID, жмем в Command V. Или вы можете просто вставить в Face, видите, или через просто. И тоже жмете Enter. И у вас должна начаться установка ярко. Так, я надеюсь, что все все установили. чтобы проверить себя. Мы снова делаем YARN-1 и жмем Enter. И здесь вы видите версию, свою версию своего Ярна. То есть, если вы не видите, если у вас какие-то ошибки, error с начинами лукавитом, или Command on Found, или что-то такое, пожалуйста, вернитесь снова к тем сайтам, которые я показала, прочитайте документацию, возможно, вы найдете свою ошибку, или где-то вы просто неправильно видели что-то, или не докопировали какую-то ссылку. Попробуйте еще раз. Но вы должны обязательно получить версию. Если вы не получаете версию YARN, значит, это значит, что YARN не установлен на вашем компьютере, на вашем Windows машине. Теперь, дальше. Чтобы знать, какие функции, в принципе, у нас есть, имеются для YARN, мы можем сделать такую команду YARN-Help. Жмем Enter и смотрим. То есть, вы, кстати, для NPM можете использовать. Как я уже сказала, YARN и NPM одинаковые. Вы смотрите, какие здесь есть команды, видите, что у вас в штамме force, focus, например, есть JSON, формат YARN-Log Message as lines of JSON, или какой-нибудь, я не знаю, link, например, или list, например, list, да, вам покажут все ваши dependencies, которые были скачены, или там YARN-Run, вы будете использовать для того, чтобы ваш скрипт run из. Различные, различные, то есть вы просто возьмите, даже просто почитайте, посмотрите, они в принципе очень многие, то что там ремостры, да, понятное дело, что он удаляет, да, очень многие команды очень понятны, да, по своему названию. Вот, я очень советую вам просто взять и действительно это все, ну, немножечко почитать, да, то есть даже просто посмотреть, что это существует. Так, все, значит, здесь мы посмотрели. Теперь что мы делаем? Опять же, ту же самую процедуру. Создаем новый фолдер и называем ее, какое название дадим? Project, давайте дадим New Project теперь. Все, нажимаем Enter, а мы создали новый файл. New Project. Вы можете все, что угодно там, какое вам нравится имя, это абсолютно на ваше смотрение. New Project. И теперь снова заходим в наш ID, жмем File, Open, заходим в наш Desktop и жмем New Project. Open. Все, у нас New Project открыт. Все, мы делаем клик по черному экрану, Ctrl-тильда, у нас терминал. Вот если вы в терминале видите, что New Project у вас здесь выстучен, это значит, это говорит о том, что у вас вы находитесь в этой папке сейчас. Это очень легко помогает, на самом деле, когда вы особенно работаете в терминале, например, не всегда вы там, вы вообще будете тестировщиками, вы будете работать в терминале очень часто и вы не будете переходить по папкам, просто кликнуть по папке, то есть вы будете пользоваться терминалом, чтобы ходить по папкам. И вот этот показатель, когда вы увидите, что New Project, будет показаться вам, что вы в этой папке. Так, теперь, все примерно то же самое. Чтобы сгенерировать Package JSON, мы сделаем следующее, YAR и NIT. Так же, как и в MPM, собственно говоря. И жмем Enter. И мы имеем такую же ситуацию. Нас спрашивают наше имя проекта. Да? Мы жмем Enter. Спрашивают версию. Мы опять же жмем Enter. Спрашивают Description. Снова Enter. Entry Point. Снова Enter. Я, как вам говорила, Entry Point, это ваш главный файл, правильно? Жмем Enter. Repository URL. У нас нету GitHub сейчас, да? Мы жмем Enter. After. Опять же, просто жмем Enter. License. MIT. Тоже жмем Enter. Private. Возьмем Enter. Все. Success. Done. Вы видите здесь. Открываем пакет JSON. Трекет JSON наш создался. Он создался из того, что, из всех дефолтных данных, скажем так, да? Из того, что у нас было. На что мы кликали. Опять же, повторением отечения мы берем, мы берем, удаляем, пакет JSON файл, move to trash, и пишем, опять же, то же самое, yarn, init, тире, yes. No matter. Вы даже можете отчитать, вот, как бы, the yes flag has been set, да? Что говорит? И вот у вам explanation, как бы, да, есть, что, что, что сделано, да, что было сделано, когда вы установили флаг Y, да, yes. Все, ваш пакет JSON снова создан, вам не нужно ничего 10 раз менять. Теперь мы попробуем, давайте здесь, мы тоже можем изменить какие-то данные, попробуем изменить, например, license, да? Мы берем, нажимаем yarn, печатаем yarn, config, set, init, license, у нас MIT, а мы поставим с вами ISC. И жмем Enter. Все, нам пришло подтверждение, send init license to ISC. Теперь мы удаляем файл и пишем yarn снова init, yes. Жмем Enter. и мы имеем нашу лайсенс ISC, так, как мы хотели. Теперь давайте попробуем установить еще один пакетж, используя yarn. мы с вами установим yarn add child. И нажмем Enter. Мы видим, что dependencies была создана, да? Точно так же, как в NPM, все точно такое же. То есть, вот child создан, Тут тоже есть gap dependencies, Но я уже не буду устанавливать их. Опять же, то же самое дело, да? То есть, все абсолютно точно так же. Единственная разница в том, что как мы называем команду, да? Это просто yarn. add. Здесь, на что хочу вам обратить внимание, это на yarn.log файл. То есть, помните, в NPM у нас был package.log.json, да? То есть, здесь вместо package.json у нас yarn.log. Это точно такой же файл, как package.log.json, да? Он точно так же содержит вот именно те версии, которые были скачаны, да? Установлены в момент работы над этим приложением. То есть, все те же самые функции, только называются yarn.log.json. Точно так же у нас останавливаются node-modules. То есть, мы видим, child был установлен, да? И его dependencies для того, чтобы этот child работал. Точно так же эти node-modules генерируются, когда у вас, когда вы скачиваете, когда вы скачиваете dependency, да? Устанавливаете. Кстати, да, я хотела упомянуть, когда вы работаете с приложением, да, и вот не зря я, когда мы с вами работали над NPM, я скачала, скопировала только package.json файл и index.js. Но node-modules никогда не включаются в репозитарии, там, да, потому что у вас были потом какие-то игнорные файлы, и всегда node-modules исключаются, потому что они не нужны. Каждый раз, когда мы устанавливаем какое-либо приложение, какой-либо проект на нашем компьютере, node-modules будет генерироваться автоматически после yarn, install, да, и NPM install. То есть node-modules мы никуда не включаем, он будет автоматически генерироваться, и в принципе мы не обращаем на него внимания на этот файл. Просто мы должны видеть, что и раз он есть, значит мы можем работать с приложением, если его нет, значит нам нужно установить все наши диплометисы. Так, теперь давайте создадим новый файл, точно такой же index.js, жмем enter. Теперь также мы импортируем наши диплометисы. суммы constant chalk равно require chalk. И потом просто очень советую вам быть внимательным, потому что скрипт замысловатый, под замысловатый мы пьем и жмем backticks, это называется, да, вам нужно вы этот символ найдете опять же слева от единички, да, вот эти backticks, слева от единички, да, и мы просто повторяем то, что я пишу. дополнительный Вот примерно, что на закорд 2 должно получиться. Еще раз говорю, вот эти backticks у нас находятся слева от единички. Просто жмете на эту парушицу. В конце лог, круглые скобки, backticks, потом знак доллара, потом фигурные скобки, chalk.blue, в скобках hello, в кавычках, закрываем скобки, опять закрываем фигурную скобку. Дальше идет world, дальше идет знак доллара, опять фигурные скобки, chalk.red, круглые скобки, в кавычках, в скобках, в скобках, фигурные скобки, потом tick закрываем, закрываем круглые скобки, точка с запятой. Теперь мы будем то же самое. Node, индекс, мы можем, кстати, не давать полное разрешение. И теперь мы увидим, что в консоли у нас выдалось слово hello синего цвета, world белого и красного скобки, собственно, для этого используется этот пэккедж, для, скажем так, более красивого вывода информации в консоли, одноцветного и понятного. Значит, вот, вы должны приучить что-то примерно такое. Не волнуйтесь, если вдруг у вас не получилось, посмотрите, возможно, вы где-то пропустили какую-то фигурную скобку или tick вот этот вот, да, ticks не поставили, не проставили, где-то забыли по кавычке. Вот, теперь сделаем все то же самое. Зайдем в пэккедж json и напишем скрипт. Создадим скрипт, двоеточие, фигурные скобки, напишем старт, двоеточие, и здесь, то есть, на файл, node, индекс, и пишем сохранить. Да, кстати, не забывайте сохранять. Возможно, у вас подбегут с тем, что вы не забываете сохранять файлы. Так, и здесь не забыть поставить фигурную. Все. Когда мы написали этот скрипт, он тоже, точно так же должен работать. Теперь жмем, печатаем yarn, старт. Так, у меня ошибка, yarn, старт. А, извините, скрипт. А я ошибка, скрипт не скрипт, а скрипт с. Жмем yarn, старт. То есть, там мы видим наш Hello World разноцветный. Кстати, вот, если у вас останется этого, можете поиграть с цветами, различные цвета попробовать, а посмотреть, посмотреть, какой у вас будет, что вы будете получать в терминале. Очень забавная штука. Вот. Мы видим. То, что есть. Также существует, например, вы захотели, вы знаете, что третья версия у вас ломает ваш компьютер, ломает ваш проект, и у вас ничего не работает. Тогда у вас третья версия. Вы захотели скачать чалк именно там, в другой версии, да, ну, специфическую, да, то есть, бывает такое, потому что, например, вот, как у нас там, да, все работают на новые десятки, да, там, если надо скачать, то все сломается, поэтому там определенная версия имеет значение. Ну, вот, предположим, вы захотели скачать там yarn определенную версию, yarn chalk, yarn, извините, add, chalk, собака 2.0.0. Да, вам хочется именно эту версию скачать. Нажимаете yarn, add, chalk, собака 2.0.0. И жмете enter. Смотрите, ваша версия чалка стала двойкой, да, вторая версия. То есть, вам нужна была эта версия, вот вы ее используете. То есть, каждый раз, когда вы хотите какую-то специфическую ей версию, да, скачать, то вы будете эту версию, как бы, здесь нужно прописать. Либо, если вы пишете yarn, add, chalk, то он установит тогда самую новую версию. То есть, нужно будет знать, какую версию вы хотите. Ну, обычно мы, конечно, скачем самым последним, но если есть какая-то, знаете, написано, что именно эта версия, значит, лучше эту версию скачем. Так, потом, например, вы зашли в репесталь, да, вы говорите свой проект, и вы говорите, вот, я хочу все новое, да, я хочу посмотреть, есть ли у меня какие-то пакетжи, которые out of date, да. Вы пишите yarn outdated. Измельчите, enter. И здесь мы видим, что chalk, latest version, 3.0. Теперь мы думаем, значит, давайте повысим yarn, chalk. Мы хотим самую последнюю. Для этого мы делаем yarn, upgrade, chalk, 3.0.0. Нажимаем enter. Я покажу вам эту функцию снова. Yarn, upgrade, chalk, 3.0.0. Вот, кстати, вот большое различие yarn на том, где вот то, что более такая аттрактивная, знаете, терминал у него получается. Видите, zoning packages, fashion packages, машинка, да, linking dependencies, rebuilding all packages, да, какой-то молоточек. Очень такое, знаете, приятное для глаза. Все, как только вы эту команду не печатали, вы должны просто нажать enter. Все, и да, видится в конце звездочки. А говорит о том, что третья версия была странная. Так, ну, что я хочу вам показать, это спецназатель, но не добавим такие спецназательства. глобальный package. Давайте сделаем yarn. Анастасия, повтори последнюю фразу, у тебя там что-то с микрофоном упало или что-то. Сейчас вот у тебя... Ну, я просто говорила о том, что, как бы, мне нравится, как выглядит yarn, в плане того, что очень терминал красивый, аттрактивный, то есть различные иконки используются, в конце мы видим результат наших действий, что package был скачен, и, как бы, мы можем видеть здесь тоже, что версия изменилась, да, у нас вместо второй версии стала третья. Вот. А теперь давайте с помощью yarn установим тоже глобально что-нибудь. К примеру, например, leaf server. Yarn, мы для этого выполним global, add leaf server. leaf server. Leaf server. и жмем enter. Все. Мы видим, что это выполнился insulation, и у нас все в данном. вот, вы можете видеть эту скрипт, который у нас поменял команду. Теперь, что мы сделаем? Сделаем очень легенький файл. Index HTML. Жмем enter, сохранили. И здесь очень маленькую, легенькую команду. мы набираем HTML. Вот он даже сам-то у нас подчатывает ID, да. Здесь мы пишем H1. Это такие базовые элементы HTML, которые позволяют информации быть видимо на экране. И здесь напишем тот же самый follower. то есть ваш код должен выглядеть примерно так. HTML с скобочками с такими, потом H1 закрыли скобочку Hello World, открыли скобочку, потом слэш H1 закрыли скобочку и HTML. Скобочки вот такие вот эти, да, тригонечки будут находиться в на самой нижней на предпоследней линии, да, возле буквы M на клавиатуре. Вы увидите там еще на написанной запятая точка, это на Mac, я не знаю, точно так же наверное. Возле буквочки M вот такие скобочки эти есть. И вы когда жмоте на них жмоте Shift и эти скобочки они должны выдавать те скобочки, которые я использую. Shift и еще раз. И не забывайте сохранить ваш файл. File Save, либо можно использовать горячие клавиши. Я люблю горячие клавиши, просто пишите Command S, жмете Command S и у вас файл сохранен. Так, я жду, пока все напишут. И теперь, чтобы выполнить наш файл, наберем и пишем и в сервер index.html. И жмем Enter. И вот тадам! Мы получили нашу первую веб-страницу с словом Hello World, который выглядит примерно так. Я надеюсь, вы видите то же самое. У вас так же получилось. Вы тоже видите то, что вы написали. Если не видите, проверьте синтаксис. Потому что, возможно, вы где-то забыли, например, слэш, да, что мы часто забываем, забыли где-то сахнуть скобочку. Но в конечной это может быть Hello World. Вот, видите, мы видим, как он работает в аппликейшн. Кстати, вы можете перейти по этой ссылке. Видите, если вы наведете мышку, то у вас покажут Command плюс Click to Follow Link. То есть вы зажимаете кнопку Command и кликаете на эту ссылку, и она вас переведет обратно в вашу страничку. Все. Теперь, чтобы остановить наше приложение, мы ждем Ctrl C. Ctrl C, мы вышли из нашего приложения. Все, оно больше не работает. Теперь, чтобы удалить наш диплометик, который мы установили в глобале, наш пэккедж, мы пишем yarn global remove leave server. жмем Enter. Все. Remove module leave server и у нас done. Мы ее успешно удалили. После того, как мы ее удалили, вы не сможете запустить приложение снова. Вы можете просто попробовать установить leave server здесь package json файлы yarn add server и просто потом сделать leave server index.html и вы снова выполните свою функцию. На этом все, что я хотела до вас донести сегодня. Большое спасибо. Большое спасибо. В конце того, как работает на самом деле настоящий мир тестировщикам. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Сегодня презентацию нам предоставляла Анастасия Маханькова с дед в компании Shutterstock. Мне очень понравилось. Анастасия, очень хорошая. Так, ребят, запись будет скоро выложена на канале. Вы можете, кто что не догнал, можете там посмотреть и догнать. Там где-то кто-то отстал. посмотрите где-то ошибки. Ну, все. Если у вас есть вопросы, говорите, дайте знать. Есть вопросы, давайте сейчас небольшую сессию по вопросам. Я микрофоны всем разминючу. Есть вопросы? Микрофоны открыты? По-моему, микрофоны закрыты. Я сейчас еще раз разминючу. Окей. Я разминючу микрофоны. Сейчас посмотрим в скайпе. Ага, вот в скайпе вопросы. Галина спрашивает, в чем разница между глобал и не глобал? Глобал, когда вы устанавливаете глобал депенденси, то есть лаберрии, она устанавливается на ваш компьютер, но в самом паке JSON и файле у вас не будет этой депенденси. То есть у вас не будет нигде написано, что она у вас есть, у вас просто на компьютере. А когда вы не глобали устанавливаете, когда вы просто пишите например mpm install, moca или yarn это библиотека будет установлена в паке JSON. То есть вы ее увидите в паке JSON, что очень важно. То есть когда глобали она будет видна для всех приложений на компьютере, для всех проектов, которые вы раните, но если локали она прописана в package JSON. Клавдия, вы хотели задать вопрос? Уже ответили. А, уже ответили. Оно прекрасно. Я советую всегда не устанавливать глобально, потому что глобально очень часто, когда вы глобаль устанавливаете, оно пишет пассом определенный, какой-то путь прописывает, и потом вы не видите, то есть человек, который использует ваше приложение, он не видит пэккеджи, которые были установлены. Поэтому все время использовать, я советую использовать все-таки npm install, npm id, yarn, add ваш пэккедж, чтобы он был виден в пэккеджи. Ну, как практическое применение, смотрите, Галина, я понял ваш вопрос, я примерно объясню. То есть, если в вашей компании стэк разработки это Node.js, ваши сдеты будут работать на Node.js. То есть, они не будут работать ни на Java, ни на Python, они будут работать на том же самом языке, на котором работают девелоперы. То есть, девелоперы и сдеты, то есть QAщики, работают на одном и том же языке программирования. То есть, компания обычно не поддерживает два стэка языков, два разных языка программирования. не может быть такого если вы пришли и девелоперы пишут код в Node.js и JavaScript, вам не скажут писать тесты в Java. Потому что, ну что вы будете тестировать? Вы должны тестируем тот код, который пишут, мы тестируем тот код, который пишут девелоперы. То есть, да, возможно, есть какие-то сервисы, там, или компания работает в Node.js и в Java, да, возможно, но все равно, если ваши девелоперы пишут, например, Node.js код, то, и если вас Node.js Еще какие вопросы? А можно еще вопрос? Я что-то не совсем поняла. Да, Глядя? Слышали? Да. Вопрос по поводу одного и того же языка для написания тестов. Но мы говорим о каких-то юнит-тестах или что? Или это UI тоже будет написан? Автоматический UI тесты, они разве пишутся с использованием Node.js JavaScript? Ну да, скажем так, в общем, у вас как бы тестирование есть, фронт-энд тестирование, да, так же, как и программирование, фронт-энд и бэкэнд. То есть, и бэкэнд будет тоже Node.js, да, то есть, как мы уже сказали, вы будете тестировать какие-то там колы, API, да, все это. Это будет чисто Node.js. Что касается фронт-энда, вы все равно будете использовать те библиотеки, те фреймворки, которые будут работать с Node.js, которые, то есть, вот, для Node.js это МОК, да, то есть, это жест, это то, что используется именно для этого языка, да, этой платформы. Да, сами языки, возможно, там сами фреймворки. можно я отвечу? Настя, давай, заменишься пока на секунду. Смотрите, Галин, ситуация какая, в разных компаниях, вы знаете, на бэкэнде используются разные языки, где-то используется Java, где-то используется Python, где-то используется C-Shart, неважно. Но компания, менеджмент компании, CTO, вот, кто у вас отвечает за программный стэк, обычно делают так, чтобы девелоперы и QA работали на одном языке. То бишь, если в компании идет Node.js, и фронт-энд тестирование, и бэкэнд тестирование будет идти на Node.js, то есть, ну, то бишь, на JavaScript будут, допустим, JavaScript фронт-энд тестирование, оно отличается от других языков принципиально тем, что в Node.js почти не используется Selenium. То есть, там идет тестирование не Selenium. Кстати, Анастасия большой специалист, в том числе обо фронт-энд тестировании. Настя, можете? Да. Так вот, по поводу фронт-энда, да, то есть, вы будете использовать те фреймворки, которые будут работать для Node.js-предложений, да, то есть, вы их все равно будете устанавливать, правильно? Чтобы их установить, они должны друг с другом общаться, и поэтому для этого нужен Node.js, и вот, например, я в своей работе использую Puppetier, например, да, это определенный фреймворк, да, тул, который позволяет тестировать UI, да, фронт-энд. Потом некоторые компании используют Cypress, например, да, для тестирования UI, да, то есть, конечно, когда вы подходите к фронт-энд тестированию, вы будете использовать какие-то дополнительные, да, какие-то тулы, да, программы, которые будут тестировать сам UI, которые будут имитировать, да, user behavior, да, но чтобы эти тулы работали, они в первую очередь должны быть совместимы с Node.js. Вот, вот так. Так, еще вопросы? Окей, вопросов нету, или есть? Так, раз, два, три. Ладно, всем спасибо, что сегодня приняли участие в нашем воршопе, я надеюсь, вам понравилось, я надеюсь, мы продолжим традицию и сделаем еще несколько воршопов по Node.js, да, конечно же, Галина, и, если это видео, я, наверное, завтра ему выложу, поэтому, Анастасия, очень хорошая лекция, очень понравилась, очень подробно, очень доступно, большое спасибо, до свидания, вам тоже понравилось, и, да, Node.js это сила, и удачи вам во всем, и в программировании, и в ваших начинаниях. До свидания. До свидания.